здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пименко и вот уже какой год мы рассказываем вам о необычных людях они обычных профессионалов своего дела потому что давно уже проходит конкурс учитель года воспитатель года пришло время нам встретиться с очередными победителями уже два 20-24 вот эти вот четыре таких загадочных цифры которые для них стали ну по победными цифры которые позволяют им сегодня прийти к нам студию с уже вам известными пеликанами символом вот учителя символом педагога встречайте дарья михайловна сомова это учитель года 2024 24 учитель математики 27 школы здравствуйте и анна алексеевна шумилова воспитатель года 2024 воспитатель дошкольного образования 44 гимназии здравствуйте это получается уже в этом году вы получили пеликана да ну и напомню что это символ этого конкурса который проходит уже давно победители конкурса педагог года 2024 ну и начнем на на самого простого ведь есть определенный путь от того как человек стал кем-то и получил такой замечательный приз фактически главный приз нашей работе как вы стали учителем честно говоря случайно но не то что случайно на самом деле была такая комичная ситуация когда в начальной школе во втором классе я даже не могла решить задачи по математике казалось бы до сейчас уже учитель математики говорится мальчики да была действительно такая ситуация я не могла решать задачи и моя мама спасибо ей огромное вечером делал со мной домашнюю работу и тогда пришло вот какое-то озарение потом потихонечку потихонечку учитель мой начальных классов потом уже в старших классах создавали для меня ситуацию успеха то есть помогали направляли участие в олимпиадах различного уровня школьных то есть у вас самооценка все повышалось и повышалась на и мало того что самооценка повышалась я все больше и больше получала удовольствие от решения задач потому что когда ты сидишь не можешь решить какую-то задачу час-два а потом приходит это гениальное решение это приносит вот немоверное удовольствие больше по теоремам душа аксиома не нужно доказывать а теорему да но если говорить уже там выше образование и так далее но получается что если бы вы плохо занимались математикой учась во втором классе то может быть из вас бы и не учился бы учителя может быть не математики возможно так но любовь к детям она всегда присутствует я вспоминаю себе в детстве игры которые мы играли это была школа после вообще я в студенческие годы начала работать в лагере вожатый работала вожатый хорошая тренировка всегда старшего то есть я вот себя так тренировала тренировала и до конца осознала что все таки это мой путь я хочу но я так понимаю что еще особое уважение до к такому педагогу потому что не просто учитель а обычно как у нас до женщины девушка учитель русского языка рус физкультуры может быть да но вот учитель математики это наверно еще добавляет вам определенного до статуса интересно мне как учитель и конечно да ну и 2 2 гостя наши сегодняшние это воспитательницы это вообще-то начало по-моему я вот не знаю муж как ведем отсчет наверное с если да если брать по полной программе сначала роддом потом чуть-чуть дома потом сразу в ясли потом детский сад и уже понеслась вся эта история вот вы являетесь воспитателем дошкольного образования 44 гимназии как вы стали воспитателем не хотят а вообще такая профессия что ну я просто не представляю как я у меня немножко по-другому сложилось так расскажите давайте вы же сегодня делимся такими тайнами профессии воспитателя я пришла не сразу то очень был долгий я закончила люберетскую школу номер 8 с отличием то и поступила московский технический университет связи информатики и хотела стать инженером но видимо все-таки свои профессии выбирал неосознанно на тот момент я отучилась работала но как-то вот работа мне не приносила такого удовольствия как хотелось бы и решила поменять свою судьбу кардинально ну да стала воспитателем прошла переподготовку московской академии получил профессию воспитателя и в 2018 году я пришла работать детский сад номер 68 ромашка сейчас он входит в объединение гимназии номер 44 и там я работаю и нисколько не жалею получается почти даже еще шести лет нет если семнадцатом году юная еще воспитать воспитательница но это же такая безумная но учитель да а ну там по хотя бы математика можно взгрустнуть и посчитать какие примеры поскладывать для тренировки а воспитатель это же голова должна на 360 градусов быть это надо все время следить это такая ответственность это же вы заменяете сразу всех мамы всех пап всех бабушек и все вместе это по нервы откуда вы берете то какой должен быть психологии этому учат на переподготовке чтобы это психологическому не учит это врожденное наверное да понятно ну и а сколько вы уже четыре то есть у вас приблизительно да то есть и вот сразу же вы а пире оперились да можно так сказать благодаря этим замечательным нашей эмблеме этого конкурса педагог года ну давайте начнем с того что вас видимо и выбрали потому что вы молодые юные думаю так пришли к нам работать недавно пусть значит занимаются так было или вы сами извели желание хочу участвовать мне предложил участвовать в конкурсе руководитель нашего дошкольного объединения дошкольной образовательной организации то иваненко эльвира ванна так как я в таких конкурсов такого уровня не участвовала никогда но удивились что вам предложили конечно удивилась я сама хотела участвовать в этом конкурсе но боялась сомневалась когда она мне предложила я еще долго очень думала она же тоже получается берет на себя ответственность там же мы сейчас будем рассказывать все это надо подготовить там целая система то есть это уже выход на другой уровень когда надо себя показать других посмотреть и выиграть да это самое главное потому что если не выиграть то это как-то потом очень тяжело до особенно в школе когда уже там все наверно следили болели и родители и так далее значит вам предложила руководитель так вы недолго сомневались сомневалась думала потому что это все-таки ответственность не только перед самой собой но также прийти образовательной организации которые я буду представлять себе педагогов вздохнула но пришлось готовила и решилась что все-таки это интересно вот ты все-таки конкурс когда начинался конкурс конкурс начался в ноябре 2023 года то есть вот он закончился получается уже в новом 2000 до 25 января уже был так а вас как тоже наверно пришли твоя очередь защищать честь школы честно говоря а конечно я хотела я хотела попробовать конкурс уже популярен да конечно профессиональных кругах конечно это ну старый лозный этого первых во первых да это статус во вторых серьезно вот эта подготовка конкурсу она помогает развиваться вот поэтому мне хотелось я конечно до последнего скрывала это от своих школьников потому что хотелось это чтобы было в тайне вот а потом зайти искать ребята мы финале вот хотелось поэтому я решилась на это готовилась подключала все силы которые возможны и невозможны вот и вот таким образом шажок за шажочком все этапы вот мы сейчас как раз об этапах будем говорить но ведь я так понимаю что если бы ну есть лишь несколько вариантов даже если руководитель заставляет или ну надо вот ты должна защитить все равно есть поддержка до вашей персональной семьи есть поддержка вашего коллектива и самое главное наверное особенно наверно вашем варианте это поддержка детей потому что если дети учительницу не очень любят или давайте откровенно говорить есть такие учителя что дети как-то не очень любят не пойдет потому что можно все что угодно делать но дети где не обманешь датом случае а здесь получается уже некий квест когда нужно всем вместе победить поэтому я так понимаю что благодаря вот вы за четыре года а вы почти за 6 до смогли создать вот этот как то на что можно опереться на фундамент на которой опереться и оттолкнувшись от него вы в общем то дошли до того чтобы здесь у нас в студии качестве победительницы я правда но вот хорошо теперь давайте мы так как все начиналось в ноябре вы подали документы все как положено а дальше что было какой был там несколько шитапов этого конкурса вот давайте расскажите они похожи у вас или немножко разные но давайте сначала как вот по младшинству с точки зрения все таки ступени образования сколько вот что за конкурсы 1 2 3 1 этап он состоял первое мероприятие это визитная карточка где мы рассказывали о себе то есть примерно тоже мы сейчас делали да да второй этап это опыт работы но именно интересно было что это не просто опыт работы а моя пена называлась моя педагогическая находка то есть каждый педагог должен был рассказать о своей педагогической находки о том что что он делает такое что не делает ничего отличается вот как раз второй части нам расскажите об этом да да более подробно о каждом это и и 3 и получается третье мероприятие в первом этапе это занятие с детьми но не со своими детьми то есть это с детьми совершенно из другого детского сада то есть конкурс проводился на площадке лингвистической школы то есть это дети того детского сада которые посещают и другом говорят что придет другая тетя и будет у вас воспитательница мы с ними познакомились вот прямо за пять минут до занятия и сколько вам нужно было продержаться в районе 20 минут это все первый этап это все первый давайте тогда вот на первом этапе мы сейчас остановимся вот и потом сейчас ваш послушаем первый этап вот вернемся к тому что что вы такое сделали такое что вот у вас выделили о чем вы рассказывали перед тем как здесь обидно тренироваться до расскажу мы с ребятами несколько лет уже занимаемся экспериментируем экспериментированием живой и неживой природой и заинтересовала нас такая тема как гидропоника выращивание растений на искусственных средах без использования земли и вот я рассказывала свои вот это педагогической находки это ваше хобби наверное которая превратилась помогло вам данном судя работу и выращивали все же только можно вырасти да да и на разных средах и заинтриговали да хорошо ну а в детском саду то как у вас это же очень сколько вы сказали 45 минут или сколько вы там продержались на занятия в районе 20 минут 20 минут то есть ваша задача была их чем-то увлечь чтобы они как-то отреагировали это нужно было провести занятие но за мастер-класс да нет но это занятие которое перекликается с моей темой то есть не просто гидропоника в этот день у детей было занятие фэмп математика и нужно было как-то связать гидропонику с математикой и чтобы это было интересно и детям и берем один цветочек плюс один цветочек примерно 2 цветочка мы помогали жителям севера выращивать растения без земли еду придумывать надо же было заинтересовать детей вот это первый этап то есть первый этап все его проходят с выставляются оценки жюри какую-то да есть да да то есть нет такого что если кто-то не прошел первый этап он уже дальше не идут все равно все идут дальше нет после первого этапа у нас все до нас было 14 воспитателей после первого тура осталось 10 человек вот из четырех потеряли то есть вы вошли в десятку лучших пока на этом останавливаемся ваш первый собственно у учителей первый тур состоял из методической мастерской на которой мы представляли свои методики технологии которые используем как методист данном случае далее был урок открытый и внеурочное мероприятие но наверное открытый урок еще более предоставляем да а вот неурочное тоже полностью вашу должна быть выдумка да это мероприятие по одной в одном из направлений в зависимости от стратегии развития но все равно с математическим уклонами так по ним не обязательно не обязательно уже все являемся классными руководителями а я помню то есть водители мы же проводим классные часы и мероприятия понятно и вот как раз таки год семьи в этом году и мы с ребятами говорили в том году году год семьи а вот и сейчас вот но в том год педагога на старик она перешел вот как раз таки мы уже тогда с ребятами предновогодние это было время мы говорили вот о семейных традициях и я им вот посвятила им рассказала о своей традиции в моей семье вот мы вот например любим каждый год покупать новые елочные шарики и на бумажечках писать желание и класть в шарики и вешать на елочку ну желание исполняется вот и мне тоже такой хорошо родиться сейчас сделаем небольшую паузу буду считать что мы прошли еще раз вместе с вами первый этап вы тоже да был какой-то отсев 21 человек потом осталось 10 да вот там больше отсюда вас еще щадят все-таки более серьезный подход шучу конечно же сейчас мы делаем небольшой перерыв после чего продолжим рассказ о победителях конкурса педагог года 2024 напомню что эта программа открытый диалог говорим мы сегодня с лучшим учителем года и с лучшим воспитателем года уже этого наступившего 2024 все начиналось в ноябре но время летит быстро из 23 из года педагога и наставника мы плавно перешли в год семьи и вот в этом году семьи у нас уже есть победители это приятно в начале фактически нашего телевизионного года мы встречаемся с дарью михауны суммы она как раз учитель года 2024 учитель математики 27 школы и анна алексеевна шумилова воспитатель года 2024 дошкольного образования 44 гимназии мы говорили о первом этапе когда для некоторых может быть все и закончилось ну и может иногда это даже хорошо потому что как бы но но не получилось не получилось ведь всегда обидно когда ты такой же до последнего этапа где начинается настоящая борьба ну и а алексеевна опять же по вот этой системе нашей дошкольной сначала бы занят потом школьная второй этап что было вы наверно выдохнули да вам сказали молодцы идем дальше вот этой десятки победителей несколько дней мы выдохнули там чуть-чуть совсем чуть-чуть и приступили дальше да и что было на второй этап состоялось двух мероприятий это мастер-класс для педагогов и профессиональный разговор то есть вы выступали перед вашими коллегами и рассказывали что у вас таков такого нового там чтобы не сказали ой как здорово мы тоже хотим этим пользоваться да мы проводили я проводила мастер-класс с педагогами мы изготавливали травянчика то есть вы все дам все делали руками то есть педагоги я им рассказывала показывала дети показывали до вашим нам нет на пану перед этой презентации до который мы сделали до этого и педагогам очень понравилось мастер-класс все охотно участвовали а вы посмотрели как другие это делают вам конечно 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 то есть был взял и страх что вот вот она лучше сделала или он а я может быть не очень был вот такие ощущения знаете вообще на этом конкурсе страха не было я вам честно скажу что мы со всеми педагогами так сдружились и до сих пор общаемся перезванивая наоборот друг друга поддерживали помогали вот когда мастер-классы проходили что-то принести до накрыть на стол поставить чтобы это быстро чтобы это не занимало много времени почувствовали себя немножко студентами да а вот что такое профессиональный разговор да по моему сказали вот мастер-класс это вот это собирается 10 воспитателей так и им издает вопросы по их профессиональной деятельности непосредственно они отвечают выражает собственное мнение какие-то нештатные ситуации которые могут учиться задавали то все мы задавали одни и те же вопросы просто каждый старался ответить по-своему вот он не повторяясь важный момент что мы же знаем что там существует огромное количество документов же всяких разных до требований всяких методических пособий так далее вот на это тоже обращали внимание или таки важно было услышать непосредственно практический подход что практический подход и разные разные ситуации внештатные которые могут случиться до в детском саду как педагог отреагирует понятно но теперь идем к вам в класс до к учителям идем на урок опять же на на был урок математики как у вас второй этап проходила этап у нас тоже был мастер-класс на котором я представляла для своих коллег и учила их работать в собственной программе компьютерной который я использую на уроках для ребят мы там производим устный счет либо выполняем небольшие тестовые задания в этой программе вот вчера где-то я видел узнать как уже в китае учительница подносит телефон у нее такая вот работу сдает и да подносит фон описано 75 процентов выполнена работа там 40 процентов и по сразу оценку стать то есть не нужно уже смотреть то же самое программе да то есть ребята выполняются да они соответственно меня в отдельном файле сохраняются их ответы который выдает уже результат ты знай меня как для учителя это конечно огромное экономия времени соответственно что я могу лучше подготовиться к урокам правильно то есть ноу-хау вы экономите время может что-то еще рассказать да я учила других педагогов коллег работать в этой программе не обязательно это учителя математики допустим также учителя биологии географии истории могут создать там свои тесты либо какой-то устный опрос по дату вы знаете что математики бывает иногда так что можно вроде как неправильно задачу решить но все равно случайно получить правильный ответ и по тесту он пройдет правда такой программа же тестирует она же знает про весь пора нет программа знает реальный ответ и надо есть там даже инструкция есть что как нужно учить или делать как учить понятно так а у вас этот профессиональный разговор педагогический совет о воспитании то нашего молодого поколения вы там тоже выступили на мы выступали каждый из учителей мы были разделены на группы по 5 человек были заданы нам вопросы на них рассуждали понятно хорошо рассуждали сколько осталось после второго этого пятерка то есть вы рассуждали хорошо и у вас да и у нас ну и вот мы подходим к третьему это финальный да это понимаю этап что вам нужно было сделать там где были воспитатели а все у вас все еще не кажется было одно до задания то нужно было представить какой-то номер но обязательно что перекрикалась с вашей темой педагогической находки так а детей можно было использовать конечно вот тут как раз и был тот момент когда все должны были прийти на помощь ну и что вы показали интересный номер мы показали да да этот номер был связан с гидропоникой то есть дети не зря мой детский сад ромашка раньше назывались да наши дети изображали цветы в нашем люберецком парке мы туда пришли я как воспитатель пришла на экскурсию со своими детьми они показывали вам цветы да и тут у нас появилась злая колючка которая решила навредить нашему городу все засушить я как воспитатель с колючкой договаривались до превратилась в воду переодевшись полили колючка до приват пройти превратила ее в цветок спасла город и дети с семьей благодарили меня метод гидропоники до том что он помог нашему городу процветать стать снова красивым то есть такой творческий подход прям целый сценарий написан да я так понимаю что это очень серьезная история да а там по времени было какое-то ограничение давали в пять минут опять минут это пять минут которые надо очень долго готовить придумать и сделать так чтобы как говорится от зубов отлетала конечно тем более у нас в детском саду там же участвуют дети они обычно возраст 4 5 6 6 7 самое ответственное да да хорошо а что же у вас было учителей у нас было тоже выступление но помимо чего мы готовили сайт свой личный и видео визитку вот который тоже мы отправляли собственно выступление когда вообще встал вопрос что делать мы с коллегами посидели подумали посовещались и понял что раз мы говорили на всех этапах конкурса о информационных технологиях значит выступление они должны быть так и что будет ярко ну вот мы придумали голограмму а моя голограмма которая вначале говорила о том что информационные технологии достигли нового уровня и меня можно видеть в таком обличии ну да то есть уже как вот это когда в аэропорте до стоит девушка то рассказывает что вы можете приобрести билеты ну я так понимаю что вы как продвинутый педагог то дети естественно с удовольствием к этому дети с удовольствием дети бежали на репетиции они сейчас ходят и говорят почему у нас нет не репетиций мы еще хотим еще верили все дайте много еще творческих конкурс веру мы с вами сделаем много чего не обязательно это будет там конкурс до внутри школы какое-то выступление ну и я так понимаю что это уже оставалось пять человек да и вот после него как подводились баллы как под подсчет происходил как вы вот победителями то стали на основании поступления основании выступлений видео визита которая удалилась чего там обсуждала вы все сидели радостно смотрели друг на друга поддерживая как вы говорите друг друга да не надо мне победитель не надо все хорошие пусть они другой победит и вдруг называют вас вот какие у вас были ощущения когда вас назвали что вы до того как назвали конечно было очень волнительно как только я услышал свою фамилию я просто честно скажу не ожидала какой-то буря эмоций это сами были ли руководители тоже присутствовали руководители и зал поддержки они тоже сидели тоже для них очень важно конечно моя моя так буря эмоций радости восторга и гордости и гордости но гордости я даже больше испытывал гордость не за себя за свою гимназию 44 свое дошкольное отделение потому что я же не столько сама участвовал в этом конкурсе да сколько мне помогали да это были и руководство гимназии 44 викула дмитрий владимирович мой непосредственный руководитель иваненко эльвира ванна плюс это педагоги дети их родители которые во всем этом участвовали которые помогли ну получается мы все победили это наша команда наша большая семья вот она вот участвовал помогала и вам вручили этого пеликана да понятно так а как со школьниками с учителями честно говоря я стояла в окружении своих других смотрели тоже да далеко не но у вас было ощущение что ну как-то сцены мы не видели всего-всего там же аплодировали как то все аплодировали за всех радовались надо было переживание что переживание конечно было за выступление хотелось бы вот чтобы там меня все пошло хорошо что сложилось потому что технической точки зрения номер был сложный вот опять же у нас присутствовали ребята как взрослые так и начальной школы они были подтанцовкой на вот здесь за них тоже было переживание ну а собственно на объявлении результатов вот когда мы стояли с коллегами в голове не знаю чтобы наверное сначала первые моменты пустота потом когда объявили воспитателя радость до коллег потом когда перешли к учителям там наверно шли от 3 как-то дипломов каких-то мы стояли я была готова услышать любой честно говоря возможно где-то да то есть я была бы рада за любого конкурсант потому что каждый был достойный и спасибо им огромное что они тоже пришли на конкурс потому что мы же и у них рука не руку ну да да но назвали вас назвали меня и конечно в моей голове первое это было облегчение вторая мысль то что я не подвела своих коллег ну да и детей которые за меня болели и которые мне помогали на протяжении всего конкурса в гостях у нас были дарья сомова учитель года учитель математики 27 школы и анна шумилова воспитатель дошкольного образования 44 гимназии воспитатель года еще раз вас победы ну а программа открытый диалог желает вам всего самого доброго до свидания